Привет, народ! Мы в новом отельчике в Абу-Даби. Сейчас будем показывать. Называется центр Манхау Байратана. Приехали по делам на три дня. Ну, поздновато уже. Завтра покажем его так с высоты. Небоскреба. Сейчас идем, направляемся. Нам уже на рецепции выдали ключики. Вот такая уютная рецепция, кстати. Номер 601. Ребята улыбчивые, все нормально. На первом этаже есть Старбакс, чем очень. Это как бы очень гордиться. Вот мальчик, который нам ключ давал, говорит, что Старбакс есть. Вы такие, ох, супер. Мы не знаем, как сейчас разберемся. Как он такой, вы врата не были? Я говорю, какая-то врата не была. И Наташа такая, да, последний раз, когда Визеер нас в какую-то врата напихнул. Видео ставим, кстати. Ну, так себе было. Или неплохо? Или неплохо? Ну, ты говорила, воняет там. То есть такая, воняет. Первый раз у нас, когда Визеер, вот два года назад, вот нормально было, вот. А вот назад, ну, так себе. Слушай, я думала, что это дальше. Это зеркало чуть-чуть не ушла. Нормально, и все нормально. Вот это, наверное, не работает, не знаю. Нет, работает. У нас в шкуре давно уже все не работает. Так, вот мы с таким маленьким чемоданчиком засунули все наши вещи. Вот какие-то таких тонах интересные, такой вот темноватый. Это всего лишь чемоданчиком? Да, я думала, он больше. Он такой высокий. Мы здесь в Рейсене еще были и в Котик-Ярде. Точнее, в Коти-Ярд-Баймариот, но мы его называли Котик-Ярд. Такой отельчик милый, классный. А Котик-Ярд стал? Нам сейчас просто ближе, потому что мы автобусом будем отсюда уезжать. Мы сейчас опаздывали, пришлось Карлиф брать. Мы будем уезжать автобусом, мы как раз взяли автобус возле станции. Так, ну вот тут, в принципе, он, конечно, и выше можно номера взять. Но люди писали, что номера красиво, вот свой вид с номеров шикарный на дорогу. Да, и, кстати, на стадион, ну там было платить дополнительно. Я хотела, Наташа такая, идите нафиг со своим стадионом, короче, зачем оно нам надо. Наташа такая, зачем переплатила. Так, первое впечатление, как бы, Наташа говорит, что снимать надо. Я говорю, конечно, завтра разложимся. Наташа еле входит, и по ее вот звуку. Нет, запах немножко такой. Ехидный запах. Ну, запах такой, как будто тут не жили немножко. Не повезли. Бутылочки две или одна, чуть не вижу. Но две бутылочки уже хорошо, чашки есть. Кстати, с собой воду тоже принесли. Ну, маловатый, конечно, номерок. 22 метра квадратных. 22 метра. А что, это шторка такая? Ой, мне уже страшно. Кто это здесь? Кто это? Шторка, я не знаю. А помните, вот в первом отеле, по-моему, когда ты сидишь на унитазе, Наташа клацает, оно открывается, закрывается. Так, ну вот, совсем как бы малыш, скажем. Сейчас, подождите, дайте хоть кину вещи, там тяжелый ноутбук, придется работать еще. А помните, кстати, мы всегда говорили, что окна не открываются, а здесь открываются. Ну, видимо, еще не так жарко. Ой, шикарно, шикарно. Вид реально классный. Ну, все, шум дороги. Все, поехала. Говорят, шум дороги, но он, в принципе, вот успокаивает, мне кажется. Вот, мы здесь с вами ходили, бродили во львах, да, мол, видео снимали. Очень прикольный, мол, кстати. Да, очень нравится, что он рядом. Ну, вот такой номер небольшой. Даша все время говорит, ага, у нас тут будет какая-то queen bed. Сейчас посмотрим, какая она. Мерили, ну, не, нормальная, вроде не поссоримся. А помните, у нас в матейку была такая маленькая кровать, та меньше была. Они отдельные были. Мы там, конечно, нормально спали, но было меньше. Так, показываем, что еще есть. Ну, в принципе, это и все. Свет вот только так, да? А, еще вот, смотри, какой-то... Ага, вот какой-то еще светильничек, какая-то вот... Прикольно, для чемоданчика, кстати, есть. Холодильник есть. А, кстати, вот второй место для чемоданчика. Фен есть. Фен есть шитварный. О, это я возьму себе. Что это такое? Ну, это для лондри, но у них тоже не увлечу, да? Да, да, для обуви часто любят это брать. Ей нравится. Еще, кстати, люди жаловали, сейчас мы сейчас покажем ванную и туалет, что принадлежностей нету каких-то там. Они хотели в трех звездах, хотели тапки, хотели тапки и что-то еще. А, бритву, что-то такое хотели. О, сейф такой, это сейф? Что, что это такое? Нет, не сейф. А это же сейф? Что-то за фигня такая. Ты посмотри, даже утюг есть. А сейф они тут как-то. Как нет? А это, может, это сейф? Да нет, это не сейф. Боже, что это такое? Ты еще поломай, это электрическое. Ау, простите, я не туда лезу. А где сейф-то? Ну все. Что, сейф? Забирай шуток. Да, смотри, какие вешалочки. Прямо для нежных вещей. Давайте в какие-то пятна. Пятна замечаем. Кстати, я хочу сказать, что это. Вот так же разбегалась же в том. Оно включится, где-то все отключается. Наверное, вот тут. Простите, выключила. Так, ну что? Ну так нормально, душевая кабина. Ну и где... А вон есть, смотрите. Ну чего это? Шапунь. Гель и шампунь есть. Вот такая милая кабинка. Ну туалет всегда совмещенный, в принципе, в отелях. Ну, который мы, скажем, себе позволяем. Полотенечко есть, такие-таки-сякие. Телефон есть. Так шторка зачем? О, смотри, какая-то штучка. Еще и шапочки есть. Вот люди жаловались. А зачем шторка? А я не знаю. Это было мило, когда, помню, вот в том отельчике оставлю видео, сидишь только и нравится. Он очень похож на вот этот, который мы были, когда визейров, это второй раз. Восточный, но поменьше. Просто поменьше. Ну вот, нормально, можешь из-за души спинять. А ты везде... А, вот, вот же сейф. Ну вот, а уже хотели... А ничего нам не оставили? А уже хотели что-то нехорошее встать. Кстати, я в футболочке в такой, в скелетиках прикольных. Где-то я брала, брали где-то онлайн. На Brands 4S он 5 долларов стоит. Дрожачная футболка вообще брала до Хэллоуина. Для Хэллоуина я хотела одеть в школу. Наташа говорит, ты чего? Что-то в эмирацкую школу одеть. Ну да, могло прилететь, в принципе. Слушай, а это на зеркале, я думаю, пока тут? Ну вот такой вот отель. Завтра выйдем, покажем в свете, какой он высокий. В принципе, он высокий. Вай-фай есть, завтрак есть. Завтрак покажем, но уже реально не завтра я его сниму. Неважно, вы его увидите. Сниму его послезавтра. Завтра у меня дела, буду бежать утром рано. Ну вот пока такой отельчик, свои впечатления пишите. Да, номер валоват, но в принципе, что там за три дня нам особо не надо. Кондёр, кстати, дует. Мне он вот не нравится, он сейчас я включу. Я не могу лампу включить. Наталка ищет и включить лампу. Нет, я знаю, что дело не включается. Да, не включается. Может, лампа уже перегорела. Почему шторка? Потому что вот там низ виден, но он и так виден. И верх виден. Ну, решение, конечно. Ну, загадка. Да, загадка. Ты загадка, ты загадка. Друзья, пока спокойной ночи. Покажем отель завтра. В общем, пишите комменты, впечатления. Все, до завтра. Ну что, друзья, вот уже ночь прошла. Шикарно все. Красивый такой Абу-Даби. Сейчас покажу вам райончик. Хороший, приличный, ничего не могу сказать. Спали прекрасно. Сейчас покажем вам. Ой, какой он высокий. Подождите. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот такая красота. Кладереют. Вот такой высокий отель. Центра Манхал Бай Ротана. Ротана, вот. Вот такой день. Сейчас 12 утра. Очень жарко. И, кстати, возле магазина есть вот такой вот супермаркет Миллениум. Ну, буквально видите. Два шага возле магазина. Два шага возле магазина, что я говорю. Конечно же, возле отеля. И дальше вон целая куча кафешек. Пойдем, посидим в какой-то, посетим ее. Ну, тепленько. Даже сказать, уже, наверное, где-то сорокомничек. С сорок с чем-то даже градусов. Поэтому одевайте очки, мажьте с кремом. Нет, солнце неминучее такое. Да, жестокое. Жестокое. Пишите комменты про отель. Как вам номер. Не зря на то, что он маленький. В принципе, все уютно. На пару дней будет очень даже. Мне кровать подобовалась. Она твердая такая. Твердая кровать. Подушки ничего, кстати. У меня обычно проблемы с подушками. Кстати, сейчас... Кстати, их было три. Я дверцовала. Да. Видели маленький такой вид на стадион. Красиво. Но не стоит дополнительных там, не знаю. Дополнительных 50 долларов не стоит платить. Так что все. Лайки, комменты. Спасибо вам большое. А мы в кафе.